Я скажу, это очень серьезный вопрос, потому что баня, в принципе, это вообще образ жизни. Я, на первую очередь, люблю общие бани, хотя у меня есть своя баня своя, дровяная баня, очень комфортабельная, в которую я часто хожу, но все равно я каждую неделю обязательно хожу в общественную баню, где можно пообщаться с мужиками, где есть хорошая компания, где делают настоящий пар, где люди, как все говорят, мы все равные здесь, там же ходят без одежды, равные человек ходят, все на равных. Вот это вот чувство, оно очень приятно, и всегда к этому стремишься. Поэтому баня – это очень положительное явление в нашей стране, и оно традиционно все знают, что такое русская баня, хотя, если еще глубже взять, это не русская баня, это чисто булгарская баня, если так сказать, татарская баня, потому что культура бани пришла именно с востока. Морские булгары, то есть мы татары, сегодняшний казанский, мы назывались ворскими булгарами. Наши бани, они уже тысячи лет назад были в нашей земле на Орской, на Камской, они строились уфторями уже из камня делались, они имели водопровод, имели экализацию. Это были уже современные фактически бани. И то, что затем уже более северные народы приняли ее, эту культуру, и сейчас баню уже не говорят татарской баней, там говорят русской баней, это говорит о том, что эта традиция, она хорошая традиция, она уже стала достоянием всего населения, народа России. Это очень здорово, и я всегда радуюсь, когда, допустим, в городе есть хорошая баня, общественная, с хорошим паром настоящим. Я в первую очередь, когда приезжаю, говорю, у вас есть баня? Я говорю, есть. Я говорю, что есть там пар такой, что беременной? Говорят, ну нет, у нас нет, у нас там вот пар идет, я говорю, ну, я говорю, то уж не баня. А если, да, у нас есть, вот, я говорю, тогда, знаете, дайте, я туда съезжу, давайте, я хочу попариться. Это очень многое значит. Человек, который имеет возможность хотя бы в неделю раз сходить в настоящую баню, это человек уже, который на всю неделю заряжается таким вот положительными эмоциями, у него и тело, и душа получает отдых, и он уже фактически в неделю будет чувствовать себя, более спроективно трудиться будет, в семье будет лучше, настроение, атмосфера будет семейно лучше. Вот что такое баня для России. Здорово. Ну вот, да, сейчас традиции баны, они такие сомнительные немножечко, ну, на мой взгляд, да, то есть, люди ходят с пивом, там, в баню, да? Вот давайте об этом немножечко. Да, это... Немножечко они поменялись, сколько? Я понял. Да, ну, здесь уж, как говорится, есть такие издержки, то есть, некоторые в баню ходят, конечно, там и водочку прихватывать, пивко, и там сидят, и закусывают, и материться начинают, что вообще нельзя в бане делать. В бане не только, если там громко разговаривать поедине нельзя, вот, ну, к сожалению, есть такие издержки, ну, а так, если человек, допустим, сядет, там, пятером-четером возьмет, там, баночку пива, посидят, пообщают, почему это нормальная ситуация. Кто-то пиво, а кто-то классно любит, а кто-то просто чай свой, с сербиси, будет получать удовольствие. Это уже, кажется, от желания своего человека, это его культура еще зависит. А есть какая-то у вас личная банная традиция, да, то есть вот что-то, что вот вы по особенному делаете, да, в бане? Ну, вот так вот, ну, так сложилось. Нет, у меня ничего такого особенного нет. Я все, как и все российские банщики, люблю баню с хорошим паром настоящим, чтобы обязательно были веники хорошие, чтобы, может, возможно, еще и в парной пахло, допустим, полынью, с собой веткой, этот, хвоей пахло. Вот эти традиционные методы, которые у нас, ну, на России все уже знают, они также и являются моими любимыми, кажется, составляющими баня.